Завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Замечательно, что Олимпиада проходит в сценах специализированного учебно-научного центра. Мы здесь ее проводим уже второй раз подряд и проговорили с министерством, чтобы эта Олимпиада действительно традиционно проходила уже в сценах Казанского федерального университета, поскольку она профильная для эти лицея. Метеорологическая обсерватория Казанского федерального университета отмечает свое 200-летие. Ей 210 лет. Это уникальное событие, поскольку она является третьей в России. В Елабужском институте КФУ состоялся конкурс индивидуальных проектов среди обучающихся IT-класса университетской школы. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Никита Егоров. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации представило рейтинг медийной активности высших учебных заведений за декабрь 2021 года, в котором Казанский федеральный университет занял третью позицию. Завершился региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, которая проходила с 14 по 18 января на площадке СУНЦ, IT-лицея Казанского федерального университета. Все подробности смотрите в сюжете. Абсолютно победителем регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по информатике среди учащихся 10 классов в 2021-2022 учебном году становится Родионов Валерий Витальевич, учащийся лицея имени Казанского федерального университета. Площадка СУНЦ, IT-лицея уже второй раз становится местным проведением Всероссийской Олимпиады школьников по информатике. Олимпиада проходила в два этапа. В ней приняли участие школьники 7 по 11 классы. Основные задачи были посвящены программированию. Созданы все условия для того, чтобы проводить эту Олимпиаду, место проживания, самое лучшее проведение в аудиториях, комфортно, удобно. Есть все технические условия, есть все ресурсы для того, чтобы эту Олимпиаду по информатике ежегодно проводить именно в IT-лицеи. Ребятам нравится, нравится нашим педагогам, учителям, которые готовят ребят, руководителям команд. Поэтому огромные слова благодарности руководству, администрации IT-лицеи, Казанскому федеральному университету за созданные современные, самые лучшие условия для проведения Олимпиады по информатике. В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 228 учащихся республики. Из них 76 стали победителями и призерами. Среди них 11 учащихся из лицея имени Николая Албачевска, КФУ, 18 из СУНС-IT-лицея. Замечательно, что Олимпиада проходит в стенах специализированного учебно-научного центра. Мы здесь ее проводим уже второй раз подряд. И проговорили с министерством, чтобы эта Олимпиада действительно традиционно проходила уже в стенах именно Казанского федерального университета. Поскольку она профильная для IT-лицея, мы сегодня видели много замечательных ребят, которые стали победителями и призерами этой Олимпиады. Ряд ребят ждут международные, федеральные этапы. И мы желаем им успехов. Напомним, 2022 год в Татарстане объявлен годом цифровизации. Это прекрасная возможность заявить о себе для будущих специалистов этой области. Олимпиада по информатике для этого станет прекрасным шансом. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Три магистранта первого года обучения Казанского федерального университета стали обладателями грантов президента Российской Федерации для лиц, проявивших выдающиеся способности и показавших выдающиеся достижения в определенной сфере деятельности, в том числе в области искусств и спорта. Метеорологическая обсерватория Казанского федерального университета отмечает юбилей. Ей исполнилось 210 лет. Подробнее в сюжете. Метеорологическая обсерватория Казанского федерального университета отмечает свое 210-летие. Она начала функционировать с 1812 года на базе императорского Казанского университета под началом профессора физики Франца Бронера, приглашенного из Швейцарии. Она до сих пор действует и считается в России третьей по продолжительности непрерывных наблюдений. Сейчас теплая погода. Градусов на 8-12 выше климатической нормы. Минус 1-2 градуса. Это очень тепло. Сейчас должно быть минус 12-13 градусов по многолетним наблюдениям на нашей метеорологической обсерватории. И выпадает снег второй день. Почему? Потому что мы находимся под влиянием циклона. Центр его на севере. Мы находимся под влиянием фронтальных зон активных. И поэтому вот такая у нас своеобразная погода. Расположенная во дворе университета метеостанции является памятником истории. Здесь в свое время работал профессор математики и физики, изобретатель астрономических часов Иван Запольский, который еще в 1805 году приводил сюда студентов и учил их метеорологической грамоте. Также здесь трудились Николай Лобачевский и физик и магнитолог Всеволод Ульянин. Это уникальное событие, поскольку она является третьей в России. Вначале была создана метеорологическая служба станции в Санкт-Петербурге, затем в Москве. И вот в Казани появилась своя метеорологическая обсерватория. Это связано с тем, что через Казань раньше проходили экспедиции Беринга. То есть здесь у нас уже был опыт определенных метеонаблюдений, но ввели эти метеонаблюдения учителя казанских гимназий. Обсерватория регулярно освещает обзоры погоды. Там же размещается актуальная информация о текущей погоде на станции Казань-Университет. Здесь размещаются данные о температуре воздуха, скорости и направлении ветра, атмосферном давлении, относительной влажности и об атмосферных явлениях. Осуществляются актинометрические измерения. Фиксируются явления, которые имеют место в атмосфере. Погода наша обуславливается здесь, на нашей территории, так называемым западным процессом, Атлантикой. И поэтому у нас все время волны идут. Теплее, холоднее, суше. В данной обсерватории работают студенты. Такая практика существует уже более 200 лет. По отчетным свидетельствам выдана Метеорологическая обсерватория Казанского университета Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Отмечено, что результаты наблюдений входят в состав Государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды и являются достоянием Российской Федерации. Амир Ахтямов, Фарид Захидаглы, Универньюс. Сотрудники Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета опробировали медицинские зонды компании FarmMetpolis RT. Были даны необходимые рекомендации по совершенствованию зондов, предназначенных для забора биоматериалов. В Елабужском институте КФУ состоялся конкурс индивидуальных проектов среди обучающихся IT-класса университетской школы. Мероприятие стало итогом первого учебного полугодия IT-класса. Каждый из ребят выбрал для себя собственное, интересующее его направление IT-сферы. Так, среди представленных проектов были приложения для компьютеров и мобильных устройств, игры, интерактивные сайты, а также проекты в сфере графического дизайна и 3D-моделирования. Я выбрала WebMango, который направлен на просвещение детей в сфере IT-знаний. Я планирую его размещать на Манголибе, чтобы много людей смогли его прочитать. Кому-то он должен помочь в понимании IT-сферы. Мой проект – это приложение на компьютер, которое меняет обои на рабочем столе в зависимости от времени и погоды. Многие ребята не планируют останавливаться на достигнутых результатах. Планируется либо улучшенная модификация готовых проектов, либо исследование чего-то кардинально нового для них в сфере IT. До конца 10-го класса я уже планирую создать сайт, на котором будут решения, как решать ЕГЭ по информатике. То есть это мой еще один проект, который я еще не заделал. После демонстрации индивидуальных проектов экспертной комиссии были определены победители в различных номинациях. Прилагайте усилия, достигайте результатов, будьте успешными. Спасибо за то, что вы есть. Все участники были отмечены памятными подарками. Также они услышали советы и наставления, касающиеся дальнейшей работы от научных сотрудников Елабужского института. Надежда Мещерякова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии был Никита Егоров. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok